хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя полное имя лубанов дмитрий вячеславович год рождения 18 07 93 откуда сам и уроном родом снижегородской области поселок город город кулебаки контрактник да когда подписали контракт первый контракт подписал 2015 году какая часть инженерные саперные часть 1105 должность заместитель командира взвода управляемого минирования погоны какие у вас сержант сержанда а второй контракт когда подписали продлил восемнадцатом году на три года он закончился и еще продлил на год в двадцать первом году семья дети есть даже на двое детей сколько лет два сына одному два года исполнилось восемь втором мы симптома когда зашли в украину 27 апреля через какую территорию рядом с донецком были донецкой область они как они сильно не могу сказать точно даже просто не знаю если честно сколько платили обещали платить на контракт за заход в украину боевые там в месяц около 150 должно было уже когда взяли плян 26 сентября где поселок изюмская по моему там около ольги на еще что-то высоте если обстоятельства мы ехали разминировать дорогу и попали засаду какие цели ставились вот в апреле разминировать я сапер мы разминировали лэп линию передач газа провод город мариуполь там заводы заявки приходили разные от мирных жителей дома какие-то здания магазины еще что-то но в этом вроде были мои были мариуполь до мариуполь сколько около четырех месяцев там даже не около четырех пять месяцев там был бои видели нет это уже под русским контролем было до россии всегда видели что с городом сделать доведем кто и но я не знаю война идет как то может быть и нам этом все виноваты я думаю все бомбили все это кто наши ваши для вас это спецоперация ли война я он все-таки война очень страшно если честно не знаю как выглядит спецоперации война чем они отличаются в эту очень страшно вот знаете как бы брали мариуполь не знаете да мариуполь был в кольца российских войск но вот вы как русский гражданин что делаете в украине я не говорю то что в этом делали вот вы лично что делаете в украине зашел сюда с целью разминировать как поминировал не то что минируем и убирали не разорвавшиеся снаряды откуда они появились прилетели прилетели от кого не разбираюсь там честь снаряд был но хорошо а почему начали летать снаряды не понимаю к чему уклоните то что я не клоню я просто спрашиваю почему начали 2022 году вот например летать снаряды разрываться что-то не поделили не политик никто не поделил они поделим россии с украины что-то не поделить на что есть российского украине чтобы делить я не знаю я просто так выразился то что из-за чего началось все это и не могу вам сказать я не политик и не знаю а я зашел мне бы солдат какой страны россии для чего войска россии вообще да вообще хочу защищать свою страну хорошо а в украине что защищать нужно но я не знаю это другая страна другая так что нужно было еще раз вопрос что российские должны были делить независимой стране другой я не знаю какой мотив был идти сюда у вас лично деньги нет я бы и на случай поставили приказ мы поехали выполнять где грань в исполнении приказа от чего вы бы отказались грань какая должна быть все все было в грани я вы нас лучше служу в армии но если нет что-то бы другое случилось сапьера минирует разминировать правда дамения разминирование до что минировали 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 дороги вот уже когда приехали сюда ближе под харьков минировали дороги для чего чтобы не И подошли, наверное, военнослужащие ВСУ ближе к какому-то поселку. Там минировали. А почему военнослужащие ВСУ не могли подойти военнослужащие ВСУ вооруженных сил Украины? Почему вы препятствовали им? Ставили такие приказы. Их нужно было выполнять. Вы знаете, что, например, мирные сейчас подрываются на минах? Я сейчас не знаю. Не, ну вообще. Знаете, ну вот теоретически. Теоретически могут, да. Ну то есть вы ставили мину, чтобы убивать гражданских тоже, в том числе. Лично у меня такого мотива не было. Мы не говорим о мотиве. Мы говорим о каких-то фактах, которые случились. Зачем минировать в чужой стране? Вы исполняли приказ. В приказе. Вам объясняли, для чего вы это делаете? Вот цель минирования. Хорошо сказали, что цель минирования. Нет, не объясняли. Просто привезли, показали место, где нужно заминировать. Там заминировали. Вам не интересно это было? Некогда было неинтересоваться. Вы так занято были, да? Вы так занято были? Ну, все происходило быстро, да. И как бы я не какой-то простой сержант, чтобы я не интересовался там у кого-то, для чего мы это делаем у офицеров. То есть вы, как простой сержант, ничем не интересовались, потому что не было времени, да? Ну, а то, что как бы не было времени. Не, ну вы сказали. Мне поставили приказ, я не буду интересоваться, зачем это сделать, или для чего нужно. Я сначала его выполню, а потом уже, если будет возможность, я спрошу. Было возможно спросить? Ну, я как-то и не думал об этом. Заминировал, все, уехали дальше. Ну, то есть я так понимаю, что у вас грани в исполнении приказа нет? Ну, убьет мина, там, если не ВСУ, то гражданского, вам все равно. Правильно я понимаю? Мне лично нет, мне все равно. Так вы минировали, вы не спрашивали, вы не интересовались. То есть это означает, что человеку все пофиг? Да нет. А вы не ставили никогда вопросы перед командиром, что мы здесь делаем? Вставили. И? Что командиры отвечали? Да. То, что я вам сейчас отвечаю, сказали поехать, поехали. Так же они, ну, младший состав командования. А так и отвечал. А в какие еще страны вы готовы поехать, кроме Украины, исполняя приказ? Ну, куда скажут, туда и поеду, если я военнослужащим буду. Еще. В Финляндию заедете? В Финляндию? Я не знаю, как я могу вам сказать. Ну, то есть, если скажут, то поедете, да? Не знаю. Ну, в Латвию? В Эстонию? После того, что случилось, не знаю. Буду я вообще военнослужащим или нет. А почему? Ну, вам же все равно. Вам же не интересно, что и как и так далее. А почему не будьте военнослужащим? А что жена говорила? У нас же в курсе было. Да, я в курсе. Ну, жена отговаривала ехать. Ага, а почему? Переживала? За что? За меня. Все переживают за близких. А переживала, что жена, мать и отец, все переживают за своих родных, близких. Я понял, украинцам им не жалко? То, что их жалко, да? А как эта жалость проявлялась? Ну, по новостям даже, если смотрим, там, телевизор, обсуждение между собой, блин, там, что происходит вообще там в стране, зачем все это, там. Ну, такие вот разговоры. Кто-то смотрит, просто новости посмотрел и посмотрел. Кто-то смотрит и обсуждает, говорит, зачем все это. А сколько такие в России, что говорят, зачем все это? Ну, попадались люди, я слышал. Уже не могу сказать, сколько их там. Лично у меня был пример, я видел таких людей, которые интересуются. А жена кем работает? В декрете. В декрете, да. А до этого образование есть у нее какое-то? Да. Какое? Выше. Выше? Да. Не работало, из декрета не выходит. Не выходит, да? А у вас высшего образования нет? У меня нет. Нет, да? Вы сразу в армию пришли? Может, так и так. А почему выбрали армию? Я выбрал армию там. Я служил в армии, мне нравилось. Поблизости, где я живу, тоже часть. Решил туда пойти. Очень нравилось. Порядок. Все вовремя, всегда. Ну, как бы, не знаю, в армии, грубо. Все в достатке там, всегда. То есть, кушать есть? Вы говорите, что кушать всегда есть в достатке, да? Да. А если не в армии, то кушать нет у России, или как? Ну, почему? Есть. Ну, не так. У меня вот желание было пойти в армию, Пашу. Очень нравится в армии служить. Вы гордой, что вы российский салат? Да. А в чем? Почему? Просто из-за того, что даже мне нравится там служить. Я не могу. Ну, в чем гордость за армию? Ну, то, что нравится служить, это у кого, как бы, лично мнение. А в чем гордость за российскую армию? Оружие, техника хорошая тоже у нас есть. И? И что? Ну, военный у нас смелый тоже. В чем? В чуменировании дорог Украины? Не только. А в чем еще? Разный. Ну, пересчитайте мне. Ну, вы говорите, в чем смелость российский воен? Не знаю. Вы говорите о гордости за российскую армию, не можете объяснить, в чем? Я вам говорю, у нас оружие, техника, солдаты. Много солдат. Большая армия у нас. И? И что с этого? Этим я горжусь. Этим я гордитесь, да? Большая, смелая армия, которая отступает сейчас с Украины. Не знаю, отступает. Новостей не смотрю сейчас. Оружия много и так далее. Хотели взять Украину за два дня, и не смогли. В этом гордость? Не знаю. Что-то не получилось, не знаю. Ну, вы как бы поддерживаете эту политику за большую армию, оружие и так далее, которое должна была взять Украину? Нет, я вообще не хочу больше ничего. Хочу закончить все это дело. А вот у вас нет понимания, что вы как бы часть большой российской машины? Или вы не хотите этого понимать? Не знаю. Сколько вам лет? 29. 29 лет человек не знает, что отвечать. Вот все время у вас фраза «не знаю», «не знаю», «не знаю», «не знаю». Что вы прекрасно знали, куда заходили и что делать? Я заходил с другой целью. С какой? Чтобы помочь, чтобы разминировать. Ну, вы и минировали, и разминировали. Зашли в другую страну. Кому помочь? Кому вы хотели помогать в разминировании? Изначально мы помогали людям. Каким? Я, вот лично я и мои там сослуживцы, мы помогали. В чем вы помогали людям? Ну, вот когда не было света в Мариуполе, мы прошли этот лэб, разминировали, и был свет в Мариуполе. А свет в Мариуполе был до 22-го года? Или не было его? Был. Был. А почему его не стало? Ну, потому что ведет война, военная операция. Кто виноват в военной операции? Да, я не могу сказать, кто виноват. Я не политик, чтобы обсуждать кого-то, кто виноват, а кто прав. Как я могу сказать, кто прав, а кто виноват? Это спецоперация? Ну, я же говорил, что когда я сюда и приехал, я не видел, что это спецоперация. Кто виноват, что в Мариуполе не стало света? Я не знаю, кто виноват. Я не знаю, кто ее сломал конкретно. Я не видел, кто конкретно бил по Мариуполю. Не видели? Нет, не видел. Как я могу осуждать? Русские брали в кольцо Мариуполь или не брали? Я не знаю этого. Кто брал и кто не брал. Кто заехал в Украину? Кто заехал в Украину? Украина пришла в Россию или Россия пришла в Украину? Россия пришла в Украину. Ну, слава Богу, то есть русские напали или что они сделали? Ну, пришли, получается, что напали. Получается, это что значит, получается? Ну, раз мы пришли, значит, напали. Напали, да? Причиной того, что света не было в Мариуполе, что было? Бои. Бои были. Через кого эти начались бои? Через нас. Через русских. Свет пропал через русских. Правильно? Да. В чем помощь русских тогда? Ну, значит, восстанавливали просто. Не помогали, восстанавливали. Поломали, а сейчас помогают. Восстанавливали. А как восстановить людей, которые умерли? Я не знаю. От руки россиян. Как их восстановить? Да. Как восстановить дома, которые разрушены украинцами? Дома построить? Людей уже не построишь. Кто виноват, что разрушены дома и убиты люди? Война. Это какое-то аморфное понятие, что война, да? А чья вина в том, что началась война? Не знаете. Или знаете? Не знаю. Знаете? Но мы зашли в Украину. Чья вина? Чья вина, что началась война? Мы зашли в Украину. Через россиян, правильно? Да. Россияне убийц? Не могу так сказать, что россияне убийцы. А кто они? Зачем они зашли? Ну, цель захода россиян в Украину. Целью не было, там, убивать мирных жителей. А что было целью? Я не знаю, какие цели были, какие ставились вообще цели. Ну, умышленно точно никто не хотел убивать граждан. А с ураганами, градами и так далее, зачем тогда, если умышленно не хотели убивать? И с минами пришли, вот с минами, да, минировать. Умышленно никто никого не хотел убивать, да? А что хотели делать? 150 тысяч группировка. Что хотела делать в Украине? Я не знаю. Что-то нужно было. Какие-то цели, задачи были. А какие? Ну, это выше, надо спрашивать. Вы Путина поддерживаете? Как сказать, поддерживаете? Что с этой специальной операцией, с этой войной, я должен его поддерживать или как? Я вас спрашиваю, вы его, ну, так как президент, он вам нравится? Да. Чем? Ну, что значит, чем? Он президент, как я его могу критиковать? Он есть уже, что я сделаю? Как президент? В смысле? Русский, российский гражданин не верит в то, что он не может критиковать президента? Он для меня верховный главнокомандующий. То есть, вы... Стоп! У нас это нормально, когда президента критикуют за что-то плохое. В Украине это нормально. В демократических обществах это нормально. В европейских обществах это нормально. В Америке это нормально. В России это ненормально критиковать президента? Не-не-не. Не зачем его критиковать. Я спрашиваю, за что... Его не за что критиковать. Ну, поэтому я спрашиваю, чем вам нравится Путин? Он вам нравится, походу, если нечего, за что критиковать. То, что нравится или не нравится. Ну, хорошо. Как вы к нему относитесь? Нормально отношусь. Ну, он вам нравится или нет? Вы поддерживаете его политику? Ну, в данный момент... Может быть... Ну, в данный момент не может быть, а нет. Вот за счет этой операции. А почему? Ну, ни к чему, потому что это для чего жили люди нормально до этого. Зачем все это начинать? Какие люди жили нормально? Вы и мы все жили без войны. Лучше жить, чем с войны. Так вы сказали, что вы помогать приехали украинцам. А здесь уже по-другому говорите. Ну, как-то давайте определимся. Я говорю... Россия страна-агрессор. Я не конкретно за Россию говорю, что мы приехали России помогать приехали. Я сказал за себя, что я приехал... Вы... 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 Вы часть российской армии. Да. Вы часть российской армии. Вы мне говорите все время, что у меня был приказ. Да. Что у вас не было выбора? Да, так сказал. У вас нету выбора? Я вынослужащий... В России нету выбора? У вынослужащего выбора нету. И мы поставили приказ. А если бы вы отказались ехать? Даже об этом не думал, чтобы было. Мне сказали, я поехал. А вы думаете вообще жизни о чем-то? Да, думаю. Или вы только думаете, что достаток в армии, пожрать... Постаток. И все. Ну, о каких-то более глубоких вещах вы как бы можете думать? Да. О каких? Давайте поговорим о глубоких вещах. О каких? О каких? Как вообще жизнь свою прожить достойно? Вы живете достойно свою жизнь? Давайте поговорим. Пытаюсь. В чем это проявляется, что вы живете, что вы пытаетесь жить свое достойно? Хочу заработать денег, поднять детей своих. Сам ни в чем не нуждаться хочу. Зормально жить хочу. За счет войны в Украине? Нет, не за счет этого. А за счет чего? За счет... Причем война, вы говорите... Но вы зарабатываете... Вы только одно умеете делать, что в армии минировать, разминировать. Вы хотите достойно прожить жизнь, чтобы поднять своих детей. За счет украинцев? Вы зашли в Украину, зарабатываете на убийство украинцев, минируете. Это считается достойной жизнью? Вы захватчик. Вы захватчик чужой территории. Вы считаете, что это достойная жизнь для мужчины? Нет. Так в чем, ну, достоинство тогда вашей жизни? Я глобально говорю, не про конкретный сейчас случай. Это, слушайте, это часть вашей жизни, о которой вы будете помнить всю жизнь. Да. Может, самый главный момент. Может, больше ничего вы в жизни не увидите и будете помнить только войну в Украине. и то, чтобы вы были захватчиком. В этом достойная жизнь? Тут не о чем хвастаться, если честно. Не достойная. Мы говорим о боли, о других вещах. Вы мне говорите, мы не знаем, мы не то, мы не сё. Чувак, встали у мины на дорогах, на которых не то, что ВСУ должно было подорваться, а могли и гражданские подорваться. Откуда вы знаете, что мины какая-то не осталось, и там дети не пойдут, украинцы или еще кто-то по этих дорогах? Вот вы уверены в этом? Нет, не уверен. Вы зашли в чужую страну и минируете ее. Вы говорите, что политика, я маленький человек. А вы не хотели что-то в своей жизни поменять? Вам нравится жизнь в России? Да. Чем? Пересчитайте мне несколько вещей, чем вам нравится жизнь в России. Вообще. Я до этого не жил в других странах. Живу в России, мне устраивает это. Так нужно было жить дальше. Зачем идти в другую страну, в Украину? Именно раскладать. Вы приводите, все заканчивается, любой вопрос заканчивается, зачем Украина, зачем Украина? Да, ну, украинцев интересует, зачем такие, как вы, пришли сюда. Да, это их интересует. Если всем так нравится Россия, если все, вот все солдаты говорят, как зашибись жить в России, так нужно было сказать, ребята, нам не нужна Украина, командирам. Вы говорите все, что вы думаете, что у вас какое-то там серое вещество, ну, плавает. Нас никто не спрашивает. Даже если я скажу командиру, от этого ничего не изменится. А написать рапорт, например, и уйти с армии? Вы никогда об этом не думали? Нет. Ну, видите, но вы никогда не думали. Как вы будете объяснять своим детям, когда вырастут, что, вот, теоретически, что вы будете обменены, что вы делаете в Украине? Вы им объясните, вот, когда-то сын спросил. Расскажу правду, как было все. Вот, вот, теоретически, перед вами сидит ваш сын. Расскажите правду, что вы делаете в Украине. Скажу, что по новостям показывали, объявили специальную операцию. По новостям показывали, какие здесь страсти происходят. Какие страсти здесь происходят? Ну, то, что там говорили, что нацисты убивают, издеваются. Скажу, что служил в армии тоже. Была поставлена задача, сам поехал. Попал в плен. Вот это все я расскажу. Что не увидел нацистов, скажу. Ничего этого не видел. Сын спросит. Папа, у тебя не было яиц, а для того всего отказаться? Сын вряд ли мне такое спросит. А почему? Может, сын будет более глубокий человек, чем папа? И он будет, может быть, жить в стране, в которой можно будет ставить вопросы? Можно будет. Вы хотите, чтобы сын ставил такие вопросы в стране? Не знаю, хотите всего. Пускай можно. Пускай ставит. Как захочешь, так и проживет. Россия свободная страна? Да. Там есть демократия? Нет. Нет. Если нет демократии, то, может, не свободна? Не свободна. Свобода слова есть? Слово? Да, свобода слова. Есть. Есть, да? Да. Можно критиковать власть? Можно. А кто критикует власть в России? На федеральный канал? Я не знаю. Не знаете, да? Ну, вы уверены, что свобода слова есть? Где-то есть, да. Есть, да. Оппозиция в России есть? Не могу сказать. Не знаю. А что вы можете лично дать, как россиянин-украинец? Как россиянин-украинец? Что я могу дать? Да. В данный момент или вообще? Вообще. Вообще. Что Россия может дать Украине? А я не знаю. Не знаете, да? Как я могу сказать. А вы как мужчина, вот, вы состоятель, состоятель в жизни, вот как вы считаете? У меня все есть. Жена, дети. Что хотел, то он добился. А что вы добились? Я хотел семью, у меня есть семья. Я их люблю. У украинцев много? Уже нету семей? Многих. Им не повезло, что я остался жив. А им не повезло? Да. Может, когда меня будут снимать, как героя, с медальками там и так далее. Репортажи там приеду делать, РСИИ-24. Жена будет гордиться. Вот какой у меня воин. Чем гордиться? Что я в плен попал? Не, ну, когда возвратится, будет гордиться. Вот какой у меня воин. Сопек. Из плена? Чем гордиться? Ну, вот там же... То, что я из плена. Ну, там же снимают. Эти ролики делают, я смотрел. Ну, вас тоже снимают. Делают ролики, что меняются и бывают обмены. Да, потому что эти... Это воины, которые защищают свою страну и свой народ. А вы что делаете? Это воины. Которые защищают свою территорию. Ну, нас снимают просто из-за того, что нас поменяли. Да, ну, кто же там воевал с нацистами? Дадут микрофон, какая-то Скобеева там придет. Вы будете там рассказывать, какой вы герой были, как мини-роли. Дороги. Может быть, кто его знает? Не считай все. Или тоже будете там говорить на камеру, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Если будут с ними где-то там... Нет, может быть, и так будет. Может быть, и так, да? У вас даже этого понятия нету, что у нас снимают, потому что эти люди герои для этой страны. Они выстают с такими, как вы. У вас даже этого понимания нет. Потому что они воюют с чертями, которые пришли в эту страну. Вы даже не знаете, есть ли у вас демократия. Нет, есть свобода слова, диктатура. Что делать? Кто виноват в войне? Нет. Кто же не знает? Как я могу сказать, кто виноват в войне? Ну вот я, как могу сказать? На то, что я вижу? Да. Ну, украинцы виноваты в войне? Я прошу, а кто? Россия виновата. Россия? Россия виновата. Российские солдаты? Да. Правильно? Да. Да, российские солдаты виноваты. Путин виноват в этом всем? Да, как верховный главнокомандующий. Правительство виноваты в этом всем? Да. Вы это осознаете? Все идет сверху. Почему россияне не хотят это изменить? Я не знаю, почему они не хотят. Вы почему лично не хотите это изменить? Я не задумывался. Как закончили войну? Как закончили войну? Надо к какому-то прийти соглашению, сесть за стол переговоров, обсудить что-то. Россиянам можно верить? Как-то поговорить. Но кому-то придется доверие довериться. А какие переговоры? С кем? Если россияне не держат слово, то исторические факты могу навести. Сегодня у россиян так, завтра по-другому. Уже весь мир это понимает. Как-то надо искать выход. Не знаю. А почему с россиянами не нужно искать выход? Я просто не понимаю. Но если как закончить? Не, ну то есть, с... Ну, сорян, с... С нацией нужно искать выход? Как? Которые не держат слово? Почему не держат слово? А как? Ну, верить россиянам. Вот где гарантия, что если что-то будет с ними подписано, они снова не начнут. Путин же всем говорил, что никакого нападения на Украину не будет. Вы солдат, да? Да. Чеченские войны знаете? Историю чеченских войн. Так. По сколько-по столько? По сколько-по. Ну, знаю. Мир Хасавюрта. Помните? Нет. Мир Хасавюрта. Сколько компаний было чеченских? Две. Две. В первой был подписан мировой. После первой кампании. И русские не сдержали слово и напали. Вот как в этой ситуации Украине поступить? С вашим народом. И с вашим правительством. Много времени прошло после. А где гарантии, что россиянам слово что-то не взбредет в голову и Скобеева их там не запушит снова? Где гарантии? Здесь разные документы. Надо соглашения подписывать какие-то. Так соглашения международные были. Были. Россия признала в 90-х, что Крым это Украина. Через 20 лет схавала. Через 30 лет. Международное право это страна, которая не чтит. Есть какие-то договора, договоренности и так далее. На все сверху. Надо искать выход какой-то. С кем? С кем искать выход? С Путиным? Путин сегодня говорит одно, а завтра другое. С кем искать выход? Скажите мне человека, с кем нужно искать выход в России? Ну пока он президент, значит с ним надо искать выход. Серьезно? Ну а с кем? С другим. А как если у него... Правительством. А то есть Украине нужно искать выход с человеком, который не держит слова? Или как? Я просто не понимаю. Вот как найти выход с нацией, которая не держит слова? Ну которая зомбирует своих людей по телеку, по ящику. Которые сюда едут кому-то помогать, развозить гуманитарку, никто не стрелял. Заходят в чужие страны. Ничего не думают. Как? Объясните мне. Я не могу объяснить как. Не знаю. Как-то надо. Как-то надо. Ну да это... Вы знаете, как шкодник, который где-то там в углу. Не знаю. Как-то надо. А что я могу сказать? Что могу сказать я? Как найти выход, помирить Украину с Россией? Или как закончить? Да нет, мирить нас с Россией не нужно. Просто оставьте нас в покое. Оставьте. Такие, как вы, чтобы не приходили сюда лэп отстраивать. Мы сами себе лэп отстроим. И что я могу сделать? Как я могу закончить это все? Вот я лично. Да вы, вы как маленький человек могли бы хотя бы не принимать в этом всем участие. Потому что вы маленький винтик большой машины. Из таких маленьких винтиков слаживается армия. Из таких маленьких долбанных, мобилизированных слаживается армия. Вы здесь как штудник, шкодник, что-то там бурмочите. Зато дальше все лезете. И вот если, если Путин, Путин не сможет управлять, грубо говоря, ваше правительство, не сможет управлять танками, если там не будет людей. Они не смогут минировать, если не будут иметь людей там. То есть, какое-то гражданское общество должно вырасти в этой стране, а не вот так сидеть и что-то там бурмотать. А что я могу сделать? Потому что у меня жена, двое детей, в армии достаток, я должен кушать и зарабатывать деньги. Все. Единственное, что я способен, это минировать и убивать украинцев. Все. Я достойный ворин. Вот все, что я могу сделать. Все сводится к тому, что я могу сделать. Почему украинцы могут что-то сделать? Никому не лезут. Им нафиг нужны эти русские. Россияне. Нафиг они нужны украинцам. А Россия вот все века лезла в Украине. Все века. Понимаете, о чем я говорю? Да. Все века лезло, что-то нужно было от этой страны. Чем вы гордитесь как россиянин? Назовите мне три вещи. Не могу назвать. Продолжение следует. Украина. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова